глубина мышления позволяет искать глубину найти первоначальный источник на каком этапе внедрить изменения на каком этапе например у вас это сотрудник плохой или скажем у вас плохая продажа давайте посмотрим плохая продажа вы можете думать что либо продукт заменить либо клиент не такой либо рынок не такой либо это сотрудник не то а если глубина мышления глубина мышления мы начнем понимать что изначально не надо было это сотрудника нанимать увольняя это сотрудник ругая это сотрудник много не изменится значит надо изменить система найма или глядя на этот продукт мы можем думать блин вот это продукт мало продается. Нет. Глубина это в том, что изначально не был маркетинга правильнее. Мы ищем проблему там. Не здесь пытаемся его решать. Мы ищем проблему там. Начнем оттуда начинать. И тогда мы поймем, какой должно быть. Кто меня понял сейчас? То есть вы не пытаетесь тут изменить чего-то. Глубину искать. Глубину. Что привело к этому? Почему это мы делали? С чем это было связано? Глубину найти. Например, у вас в данный момент видите, что отрицательные финансовые показатели. Расходы больше стали по сравнению с доходом. А мы пытаемся сейчас где-то долг занимать, чтобы прикрывать этот. Хорошо. Но это времени как демидрол. Это же не решение ситуации. Это времени демидрол. Откуда-то брали немножко долг или что-то занимали, чтобы как-то это все выровнять. Но на самом деле эта проблема будет повторяться еще дальше. Почему? Потому что глубину надо найти. Глубина значит, там где-то создание рынка проблема, стратегия проблема.